Итак, представляю вам соперников и первого бойца в синем углу. Ему 30 лет, рост 184 сантиметра, вес 83,9 килограмма. Профессиональный рекорд 4 боя, 2 победы, 2 поражения. Его стиль Тэквондо. Дамы и господа, из города Хару, Таджикистан, Артур Адинпека! Его соперник в красном углу. Бойцу 20 лет, рост 186 сантиметров, вес 84 килограмма, ровно. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. Его стиль кикбоксинг, представляющий клуб Ахмат. Из Гростова, Россия, Абулакар Акаев! Реферимой Николай Шариков. Бойцы середина. Уважаем друг друга, соблюдаем правила, напоминаем. Затылок не работаем, позвоночник не работаем, локтями в голову не работаем, коленом в голову только в стойке. Сетку не охватаем, по команде 100 прекращаемся действия. Все понятно? Вы приветствовали друг друга по углам. Удачи, Абулак. Начинаются четвертьфинальные поединки весовой категории до 84 килограммов по системе Гран-при на ACB11. И в первом четвертьфинальном поединке сошлись Абулакар Вагаев и Артур Аделбеков. Не очень большие рекорды с одной стороны, но достаточно большой опыт и умение за их плечами, за плечами этих спортсменов все-таки имеется. Какие-то предпочтения, Алексей, у вас на старте этого поединка уже имеются или абсолютно беспристрастны и просто интересно, кто же победит? Мне интересно, кто победит. Я так понимаю, по любительской карьере оба ударники. Один представитель тейквондо, другой представитель Киеван. И я думаю, что преимущество на стороне спортсмена из Чечни, клуб Ахмат, потому что он дерется у себя дома, он привык к климату. Ну и зрители его будут знать. И хорошо он все встречает на руках. И представителям против тейквондистов это отличное оружие, навязать бой на руках. Он сейчас раскачивает и ищет, проваливается у соперника, выдергивает его. Ну, действительно, один любит бить больше ногами, другой руками. Вот Абубакар попадает как раз руками. Отличная защита от прохода была. Колено влетает, в принципе, удачно. Два профильных ударника неплохую борьбу показывают сейчас. Причем стойки? Сейчас очень грамотно защитился таджикский спортсмен от перевода в партер с помощью ноги. Вот сейчас стружка. Бросок через грудь немножечко недоделанный. Получилось через много. Но вот сейчас в доминирующей позиции и сайт-контрол сейчас, я думаю, будет залазить в маунт или развивать свое преимущество в сайт-контроле. Ну, действительно, контроль сбоку очень-очень неплохой. Вот пытается выключить левую руку Абубакар, но сопротивляется оппонент. Очень неприятное действие техническое в плане того, что сбивает дыхание, и ты ставишь практически на диафрагму колено. Смотрите, неплохо встал. Да, Артур встал, действительно. Но все-таки суммарно за все действия, которые произошли за последние 30 секунд, все-таки Абубакар вышел вперед в этом отрезке однозначно. Да, он забрал инициативу и полностью доминирует в этом поединке. Артур сейчас больше, как говорится, выживал в этом поединке, чтобы не привести себе еще большего вреда. Опять попытка клинча, борьба у клетки. Слушает сейчас свой угол Артур, подсказывает ему. Рассечение у Артура. Причем рассечение такое, что нужно вмешательство врача. Вот, кровь полилась достаточно серьезно. Ну, рассечение на лбу, если там не очень сильная сечка, то, я думаю, дадут продолжить поединок. Надо посмотреть. Я так понимаю, рассечение было получено одним из тех ударов, которые нанес Абубакар навстречу контратакующий, когда бил ногой Артур. Попал в лоб. Повисает небольшая медицинская пауза. И вот, наверное, сейчас эта пауза может сбить немножечко атакующий настрой Абубакара. Смотрим еще раз. Здесь сечки, скорее всего, не было. Либо он перчаткой, открытой перчаткой зацепил вскользь по голове, было видно. Либо было движение головой. Ну, похоже, что она не такая глубокая. Сейчас вазелин сделает свое дело, да, и должен продолжиться. И зарубежные профессионалы используют пальмовое масло, а не вазелин. Они говорят, что оно лучше стягивает и имеет более выгодные свойства в плане рассечения. Все в мире развивается, это логично. Знаете, про пальмовое масло вообще много историй ходит. Вот такое применение, безусловно, полезно. А вот применять его в пищу, говорят, наоборот, вредно. Ну, я думаю, да. Хорошо, что поединок продолжается. Интересный матч мы видим. Как в стоке, так и в партере. Вагаев вновь пытается работать первым номером и вернуть себе вот этот атакующий порыв. Хотя... Переигрывает Абубакар на руках. Тяжелейшее попадание слева сейчас в плане Абубакара. И, казалось, болтануло. Оппонента, но стоит. Крепкая борода у Артура. Тяжело его отправить в нокдаун. Вагаев настоящий агрессор, по-другому не скажешь. Единственное, я не понимаю желание Вагаева перевести бой в партер, когда в стойке он очень хорошо разбивает своего соперника, имеет полнейшее преимущество. Либо просто это установка тренера, либо тактическая установка такая. Да, действительно, далеко не все мы с вами, естественно, знаем подготовки. Но чисто визуально с вами трудно не согласиться. Вновь Вагаев работает у сетки. Оба спортсмена тратят много сил. В данном случае Вагаев тратит эти силы. А вот будет ли результат? Неуступчивый Артур. Интересный через бедро такой. Хорошо подхват, но единственное, что он не занял доминирующую позицию. Сейчас интересный способ защиты Артур использует, но я думаю, это до поры до времени не очень эффективная защита, потому что замочек легко разорвать. Ну да, секунд 10 удалось провести в таком положении. И корпус голова, или сразу в голову нагружает Абубакар. Ну вот, наконец-то Абубакар и сделал то, к чему он вел. Он перевел своего соперника в партер. И сейчас смотрим, что он ему предложит. Очень много подготовительных движений было для такого положения. Раунд уже закончился. И во втором раунде придется начинать все сначала. Ну, посмотрим. Главное, чтобы не было тех самых медицинских остановок на втором отрезке. Потому что здесь все-таки вот этот напор Абубакара стартовый, он был сбит этой паузой. Явно. И, возможно, все было бы более стремительно в первом отрезке. Кстати, даже не работают над сечкой. Да, я думаю, остановили рассечение. Она в районе... Я его не вижу. Волос его и не видно. И, в принципе, она не мешает. Сейчас важнее восстановить своего бойца и дать ему правильные установки на бой, нежели остановить кровотечение. Этим должны врачи заниматься. Абубакар Улейин провел первый раунд, имел подавляющее преимущество, был близок к победе, но не получилось у него досрочно закончить этот раунд. Тяжеловато дышит Адилбеков. Но однозначно можно уже сейчас сказать, что в четвертьфинал Гран-3 и Сиби-11 вышли достойные люди. Да, интересный поединок. И хочется отметить, мы посмотрели уже практически весь турнир, и как тяжело дышат спортсмены. И это сказывается, горный воздух, высокогорье. Потому что после первого раунда почти все очень тяжело восстанавливаются, и в плане дышат полные груди. Да, воздух разряжен, и никуда от этого не деться. Вот, кстати говоря, представитель следующего полуфинала, Ренат Летифов, как раз отмечал, что приезжал он в горную местность на 9-дневные сборы, именно к этому турниру. Ну, посмотрим, его поединок следующий. Можно, наверное, назвать его уже отчасти ветераном турниров по смешанному единоборству. Ренат Летифов очень правильно сделал, и в плане подготовки, потому что мы сейчас скоро увидим бой за звание чемпиона в супертяжелом весе, в американской организме UFC, и там один из бойцов приехал за два месяца. В Мексике будет бой, и там такая же атмосфера, высокогорье, такой же уровень влажности. И правильно сделано, адаптируется, и там тренируется, потому что очень тяжело акклиматизацию проходить. Ну, действительно, профессионалы, высокого уровня, безусловно, учитывает момент, сейчас удушающий прием практически получился. Кстати говоря, вы знаете, забавный случай сейчас вспомнился. Сборная Италии перед чемпионом мира по футболу тренировалась в сауне, чтобы поехать в Бразилию, но это не помогло им выйти из группы даже. Но у нас же пока поединок продолжается, и... Не очень хорош сейчас положение, и остановился Дилбеков, и либо он будет развивать, либо он будет вставать с этой ногой, либо Абубакар просто забьет его там снизу. Судья поднимает стойку. Низеральный угол, пожалуйста, здесь останьтесь. Врач! Вновь проблема, то ли с рассечением... Врач! Не, остановка врача из-за рассечения опять. Кстати говоря, вот современные виды единоборства, будь то борьба или джидо, периодически вносят коррективы в свои регламенты, правила и так далее. Где-то можно обращаться к врачу сколь угодно много раз, но по разным причинам, а по одной причине не больше двух раз. Вот эти моменты в рамках данного турнира...